Девушки отдыхают Как-нибудь в таком настроении, как Аня хочет быть, нам сегодня расскажет наш дочь, психолог. Здравствуйте, Лариса Залевская. Мы вас приветствуем. Доброе утро. Всегда рады приветствовать. Доброе утро. Ну расскажите, вот у меня один вопрос. Миф или реальность вот этой вот сезонной депрессии, или это мы сами все себе придумали? Вообще это реальность. Смотрите, зимой темно, холодно, скользко, страшно. Для нашего бессознательного это страх. И у нас внутри затаивается очень много вот такого напряжения, действительно тревоги, связанная с элементарным сохранением жизни. И вот я понимаю ваш вопрос, да, как вообще из этого выйти? Да. Я не буду говорить про то, что надо есть апельсины, пить свежий сток и смотреть на солнышко. И лучше это все делать в какой-нибудь теплой стране. Да, да, да. С большим количеством денег, но... Есть действительно действующие способы, как освободить себя от подавленных вот этих вот эмоций. Давайте вы вместе со мной будете это повторять. Добавляйте. В нашем теле есть такие точки, которые как раз вот, в котором собираются эти эмоции. И если мы будем воздействовать на эти точки, то эмоции начинают выходить. Но если вам после этого захочется плакать или смеяться, я думаю, что вы с этим справитесь. Смотрите, первая точка – это точка карате. Ой. Да, называется точка карате. И вот при каких-то вот неблагоприятных нужно вот так вот стучать и говорить. На любой руке? Да, на любой руке, да. Надо так, с накоточками, чтобы даже было слегка больно. Несмотря на то, что я сегодня не выспалась, я целиком и полностью принимаю себя. Дальше мы начинаем. У нас есть точка, называется вот, ну, родничок, да? Мне кажется, это хорошая точка. Несмотря на то, что я сегодня там не поела, я целиком и полностью принимаю себя. Следующая точка – это вот уголочек брови. Несмотря на то, что у меня сейчас болит голова, я целиком и полностью принимаю себя. И нужно прям бить, да? Бить, да. Да, чтобы было чувствительно, да. Дальше уголочек глаза у нас наружный идет. Несмотря на то, что я сегодня не хочу идти на работу, я целиком и полностью принимаю себя. Дальше вот так вот под глазиком у нас есть косточка. Есть такая? Да, и вот прям начинаем по ней тоже стучать. Несмотря на то, что я сегодня поссорилась с коллегой, я целиком и полностью принимаю себя. Дальше под носиком. Так же стучим там. Несмотря на то, что у меня сегодня не хватает денег, я целиком и полностью принимаю себя. Это обязательно нужно все говорить? Да, обязательно лучше говорить. Денег нету, денег нету. Дальше у нас есть ямочка в подбородке. Мы тоже начинаем стучать по ней и говорить, несмотря на то, что до весны еще целый месяц, я целиком и полностью принимаю себя. Скажите, а вот в детстве ведь такого не было совершенно, не было никакой депрессии. Я готов это в детстве, ты всегда делал вот так вот себе. Просыпался. Абсолютно. Дети больше двигаются, они себя это выколачивают, вот они прыгают, кувыркаются, да, взрослые, они больше сидят и... То есть нужно что, энергию вот эту выбрасывать? Да, энергию обязательно. Негативную энергию нужно через физическую деятельность, но если, допустим, человек не в таком состоянии или не такая, то вот это вот очень полезно. Или когда вы летите в самолете и очень боитесь, например, да, вот это очень помогает успокоиться. То есть когда мы переживаем, начинаем ручкой вот это стучать, наше действие оно как раз выплескивает. Нужно действием именно заменять вот эту депрессию и физическую активность. То, что мы в голове надумывали. Ирина, если вы сказали, что, извините, депрессия – это своего рода болезнь, в чём её симптомы первые? Ну, это, во-первых, апатия, это нежелание делать, это вот утром проснулся, а с кровати встать не хочешь, да, это постоянно какие-то навязчивые там дурные мысли. Вот это признаки апатии. А вот скажите, уйти вообще от вот этой сонливости, лени, возможно или нет? Возможно. Активный образ жизни, здоровый образ жизни, апельсины, хорошее отношение в семье, любовь и забота о себе. То есть себя нужно заставлять и настраивать на позитивный. И не забывать про точки, про точки. Ну что ж, Ларис, большого спасибо. Вы помогаете нам бороться с зимней депрессией. Надеюсь, у нас её никогда не будет, а всё будет хорошо. Впереди у нас новости. Вернёмся в студию через 7 минут и расскажем, зачем 2000 аргентинцев выстроились в гигантскую цепочку. Давайте посмотрим.